Девушки отдыхают Добыть такого не может. Да. Ну, пойдём, посмотрим. А может, кто-то ещё мылся? Да никто не мылся. Кто мог мыться? Дом старый, трубы. Алло. Клим Михайлович, я от Виктора Евгеньевича. Там на улице за дверью для вас подарок. И потом посмотрите по телевизору новости искусства, канал ТВЛ. ТВЛuxи ТВЛ ТВ 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 Субтитры делал DimaTorzok Эта находка претендует на то, чтобы стать, пожалуй, самой значительной сенсацией нового века. Известный голландский коллекционер, барон Рене Ван де Бург, представляет в своей галерее неизвестную раннюю картину «Игроки в мяч» работы Джозепа Чезаре Дорпино. У этой картины много загадок. История этого шедевра начинается с 1945 года. Когда этот шедевр был вывезен из Германии одним советским офицером. Затем картина сменила много владельцев. И, пожалуй, только последний из них понимал, какое сокровище оказалось в его руках. Хотя полотно подписано именем Де Арпино, есть основания усомниться в его авторстве. Манера письма чрезвычайно напоминает молодого Караваджо, который, как известно, именно в 1590 году прожил несколько месяцев в доме более благополучного Де Арпино. Предполагаю, что за свое проживание Караваджо расплачивался своими работами. И очень символично, что как раз после игры в мяч произошла та самая злочастная ссора, в которой Караваджо с приятелями убил человека. Да, это еще не тот Караваджо. Он только ищет себя. Но уже ощущается рука гения, властителя царства света и тени. Теперь, после реставрации, картина приобрела свое прежнее великолепие. КОНЕЦ Клим, это серьезно. Это без дураков. Надо обмыть, иначе я себя перестану уважать. Вот из Рима вернусь послезавтра, и мы с тобой спортивный режим нарушим зверски. Ты посмотри каталог, барон, посмейся. Новые шедевры Караваджо. Действительно смешно. Ты представляешь, что ты сделал? Демиург, хренов. Нет, ты представляешь, Климушка, чакры, открой. Угу. Вот все, что мы с тобой раньше делали, это ни в какое сравнение не идет. Вот, скрывать же. Ай, да ну тебе, ничего ты не соображаешь. Сидишь, вялый. Ну нет, праздника хочешь, конечно. Так я тебе устрою этот праздник. Вот вернусь с Рима, и вон тебя просто, клянусь, реанимирую. Потому что творец, без антрепренера, это как дитя джунгляк. Клим, а ты отдыхать собираешься или так вот сразу из огня да в племя? Ну почему, можно и сразу. Уважаю. Нет, ты не представляешь. Ты, ну, хоть чуть-чуть что-то и сделал. Да я-то понимаю. Я вот у вас хотел спросить, Виктор Евгеньевич. Вы понимаете, что я сделал? Я? Я понимаю, два эксперта проплачены. Третий независимый, его барон пригласил для экспертизы. Так вот, этот третий громче всех доказывал, что это рука молодого Микеланджело Караваджо, а не старого Клима Воронова. Я вообще ему ни копейки не заплатил. И вообще я начинаю понимать, что люди без денег работают даже лучше. Вот-вот, я как раз об этом. О чем? О том, что я сделал, и о людях без денег. Ну, так, так, так. Интересно. Вообще, на самом деле, сделать подделку, это плевое дело. Это практически может сделать любой реставратор. А я сделал шедевр. Всего-навсего. Из света, тени, из ничего. Отсюда все взял. Я автор картины. И никто не будет об этом знать, если я не скажу. Клим, ты что, денег просишь? По моим подсчетам, ваша дуля составляет три миллиона. Это просто ни в какие ворота не лезет платить мне два процента. Значит, ты рассчитал, да? Значит, это по твоим расчетам. А ты подсчитал, сколько рыл задействовано во всей этой схеме? Не дешевых рыл европейского масштаба. Где ты в этой схеме, вот такой вот маленький винтик. То же самое, как и я. Я, который создал шедевр не хуже твоего. Вы мне обещали, в случае удачи, подарить свой Мерседес. А в случае неудачи? Ты будешь сидеть, творить. А я буду на нарах сидеть. Это в лучшем случае. А в худшем взлечу на воздух вместе с твоим Мерседесом. Не-не-не. Без. Чего? Взлетите на воздух без моего Мерседеса. Нахал. Ты не караваджа, ты алькапонин. А что за людей-то вы ко мне приставили? Следить-то почему решили? Я не понял, ты сейчас о чем? Ну, перед вашим домом я встретил такое рыло отечественного формата. А, вот ты о чем. Ну, это свой человек не переживай. Да нет, он не следит, он просто наблюдает, чтобы за тобой не следили. Не надо за мной следить. Зачем? Да нет, они профессионалы, ты знаешь. Они лучше знают, что они делают. А вот я тебя предупреждаю, что все, что у тебя в компьютере, эскизы, наброски, это все надо уничтожить. Я уже это слышал. А я тебе тысячу раз скажу, что это надо уничтожить, потому что эскизы сейчас, это улики. А улики нам сейчас не нужны. Это будет зависеть от того, как мы с вами договоримся. Так, значит. Значит, я тебе недостаточно точно все объяснил. И еще у меня есть идея нового проекта. Какая? Таравадзо. Не думаю. Это может быть подозрительно. Хотя, сейчас он в моде, барона его раскрутила. Христос пробуждает своих учеников в саду при свете луны. Я уже начал. Надо подумать. Я уж не знаю, как теперь с тобой договариваться. Я думал, что мы с тобой друзья. Вы у меня единственный, Виктор Евгеньевич. Серьезно? Без балды. Вы единственный, с кем я могу выпить за нашу удачу. Пей. Пей. Погоняем? Погоняем. Давайте просто выпьем за этот день. За прекрасной мини-жизни. В твоей или нашей? Ну, даже если в моей. Неужели так трудно разделить это чувство? Порадоваться за меня. Да мы разделим, пап. Ну, ты мог бы хотя бы показать эту свою творческую удачу? Ну, ты же знаешь. Он уже три года нам ничего не показывает. Да что там показывать? Я же вам говорил. Картина ушла к заказчику. Реставрация. Итальянский художник, 17 век. Поверь мне на слово, получилось шикарно. Ну, чтоб ты так сиял из-за какой-то реставрации. Ну, во-первых, это не простая реставрация. Это такая реставрация, которую могу сделать только я. Помимо того, я получил немало денег. Ну, не до такой же степени, пап. Ну, не приставай к нему. Ты же видишь, он не хочет ничего рассказывать. Ну, что рассказывать-то? Мои-богу, у меня было прекрасное настроение. А вас как будто это не устраивает. Да не, ничего подобного. Мы тебе очень благодарны. За твои подарки, за деньги. Ты образцовый отец. И очень благородный бывший супруг. Боже, сколько сарказма. Мне просто хочется праздника. Ну, прости, если не угодили. Ты хочешь, чтобы я приехала вечером? А лучше прямо сейчас. Что за срочность? У тебя что-то случилось? Ты же не станешь меня спрашивать, чего я праздную? Нет, зачем мужика доставать? Захочешь, сам расскажешь. А, умничка. Только я тоже не скорая помощь. Вчера звонила, была не нужна. А сегодня, пожалуйста. Ну? Подожди. Алло. Клим, извини. Викола по твою душу. Ты не спустишься вниз? Нечем за такси заплатить. Да, конечно. Сейчас, подожди. Ты не скорая помощь. Ты мой врач или аниматолог. Жду тебя сегодня вечером. Запарка такая. Уезжать надо. А Тимку, сына, оставить не с кем. Я его в лагерь детский отправлю. Уже договорился, да? Он же парень у меня трудный. С ним проблемы сплошные. Чего так? Ага, учиться не хочет. А я каждый день мучаюсь. Чего я ему не дал. Почему он балбес такой? У тебя контакты с ним есть? Да вроде говорю, слушает. А слышит или нет, чёрт его знает. Даня, водки нет. Коньяк будешь? Клим, нет. Клим, я не пью. Я вообще не пью. Да? А чё это я так смотрю? Ты такой чистенький. Женился, что ли? Да ты что? Не до того. Я пришёл. Пришёл тебе спасибо сказать. Да? За что? Да за всё. Если б не ты, точно, спился бы давно. Да ладно, брось ты. Может, тебе деньги нужны? А, я что пришёл? Я же пришёл-то, чтобы тебе долг отдать. Девести баксов, что ли? Нет. Все. Вот, за всё время. Я всё помню, я всё подсчитал. Вот, три тысячи баксов. Извини, что долга не возвращал. Ты что, квартиру, что ли, продал? Заработал. Где? Ну, ты ещё спроси, чем? Ну, в общем... Спасибо тебе. Я пошёл. Давай. Погоди. А что на такси-то просил, а? Да рубли кончились. Вот только твои доллары. А остальные на кредитке. Я что-то не врубаюсь. Даня, поди сюда. Иди, поди, поди, поди. Пойди сюда. Я что-то не врубаюсь. Сядь, пожалуйста. Сядь. Я что-то не понимаю. Ты что, не знал, что ли? Что? Англичанка тебе не звонила? Ирен? Ну, ты же сам дал мне её телефон. Полгода назад. Я тебе давал её телефон? Ну, ты ещё сказал. Покажи ей свои картины, пока она в Москве. Ты позвонил? Показал? Уже продала. Новый и старый. И старый, и новый. Я потом тебе всё расскажу. Она три продала, а остальные, ну, как она говорит, я в этом ничего не понимаю, нарочно придержала. Выставку мою персональную устраивает. Вот туда и еду. В Лондон. Слушай, я себя чувствую, как парашютист начинающий. Я, главное, в английском не в зуб ногой, а там всё-таки заграница. Я до сих пор не верю. Думаю, розыгрыш, дурка какая-то, что ли. Фантастика. Да и не говори. Ирен, Ирен мне, значит, говорит, ты Дэн. Это я, Дэн. Ты, говорит, попал в конъюнктуру. Всю жизнь боялся конъюнктурщикам прослыть. И на тебе, попал. А я всю жизнь хотел попасть и ни разу. Клим, ты чего? Знаешь, Дэн, первый раз в жизни жалею, что ты не пьёшь. Ты чего? А что так? Да так вот, хотел выпить поваренного кирца с хорошим человеком. Да есть, что водки не отцу хорошего человека. А вот сегодня у тебя будет полный комплект. Осторожно, осторожно, подреки. Осторожно. Осторожно. Осторожно! Корректор А.Кулакова Тимка! Тимофей! Тим! Ты куда пропал-то? Ой, сыночек, дорогой ты мой человечек. Ты что, пьем, что ли? Вот так мы обещания держим, потом не говоришь, что я школу прогуливаю. Ну, ты не прав, Тим. Ты в корне не прав. Я был у друга, у гениального мастера. У Клима что ли? Ну? Ничего не потерял пока к Василе? Да нет. И не пьян я. Не пьян. Чемодан классный, а костюм суперский. Клим сам помогал выбирать. Он знает. О, погоди, погоди. Сейчас. Сейчас. Ну-ка. Во! Ноутбук! Блин, баб, ну ты реальный попец! Чей интернет подключу? А я не знал, что подарить. Это Клим посоветовал. Так он, правда, гений! Ну, гений! Да, гений. Тим! Тим! Чё? А ты не мог бы для меня одну штуку в интернете посмотреть? Да нет проблем. Только давай, ты больше не кватишь, а я больше школу не прогуливаю. Замётано. Смотри. Замётано. Алло. Лена, это я, Данила. Тут такой момент. Что случилось? Что случилось? Что-то с Климом? Да, я как раз о нём. И что? Что ещё такого, чего я не знаю? Ты ничего не знаешь. Он в беде. С ним плохо. Очень плохо. Он в лип. Серьёзно в лип. Тьфу! Тьфу! Ну ты меня напугал. Чёртки. Ты как попала сюда? А что, я звонила, ты не открывал. Был в ванной, ничего не слышал. Я просто подумала, что-то случилось. У меня же ключи от студии. Какого чёрта вырываешься ко мне посередине ночи? Да, извини, я погорячилась. С какой стати? Да, не с какой. Я вижу, у тебя всё в порядке. Так, музыка, выпивка, да? Старая паранойя. Пьянки, бабы, кулянки. Ну иди, проверяй, иди, иди, проверяй. Да не буду ничего проверять, Господи, мне всё равно. Да не всё равно тебе. Не всё равно, ни себе, ни людям. Мы с тобой три года не живём вместе. И ты меня не можешь оставить в покое. Да живи как хочешь. Это просто Викулов твой сбил меня с толку. Он сказал, что ты в беде, тебе плохо, ты пропадаешь, ты делаешь что-то не то. Что он тебя наплёл? Уже не важно. Да он пьяный был. Нёс какую-то ахинею. Криша поехал от счастья. Может быть. Чего он тебе сказал? Что ты трус. Что ты никогда не признаешься, что у тебя на душе. Извини, я прибежала, как идиотка. Я пойду. Лера! Лера! Лера, подожди! Подожди, что он тебе сказал про мою работу? Что ты самый-самый талантливый, а пишешь фальшивки. Что? Я не приду к тебе больше. Лера! Сигарету дай, пожалуйста. Дай. Ты что, с дуба рухнул? Пойди, проверь, посмотри. А если бы она проверила? Мне такие разборки не нужны, Клим. Никуда она не пойдёт, проверять ничего не будет. Она порядочная женщина. Да. Порядочная истеричка. Что ей надо от себя до сих пор? Она что, всё ещё ревнует? Нет. Он дал дому Бекулов и что-то наболтал. Что? Я, по-моему, сделал ужасную глупость. Какую? Долго рассказывать. Неужели я ему показал? Ну, почему ты молчишь? Даже эта Ирэн и та говорит, почему ты ни черта не делаешь? Да, я не молчу. Я просто разговариваю по своему. Говоришь? Ну, покажи. Ну, покажи хоть мне, как другу. Пойдём. Иди сюда. Пойдём. Я тебе такое покажу. Смотри. Это не караваджа. Это я. Никому не известный художник. О всех самых знаменитых музеях мира выставлю из них мои болотна по чужим именям. Хм. Шутишь? Ты это показал? Куда ты лезешь? Что ты орешь на меня? Что ты мне хамишь? Мне тоже интересно, что там рисуешь у себя. Ладно, прости меня. Больше меня ни о чем не проси. Я здорово влип. Что, мне уехать? Да. А я бы хотела остаться. Чего спрашиваешь тогда? Да пошел ты! Это Тома. Здравствуйте. У меня плохие новости. Очень плохие. Что-то я во всем этом, как валенок в шоколаде. Может, побриться? Да нет. Лучше не будет. Кто там? Извините, пожалуйста. Это ваш сантехник из ДЭЗа. Здрасте. Доброе утро. Извините, пожалуйста. А вы один дома? А что такое? Да я смотрю, вы не из душа, а к нам подвал от вас что-то течет. Да быть такого не может. Да. Ну, пойдем, посмотрим. А может, кто-то еще мылся? Да никто не мылся. Кто мог мыться? Дом старый, трубы. Оп! Он один. Я не понял. Проверь, тихо. 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 Продолжение следует... 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 Лещ, поднимайся наверх, ты мне нужен. Все очень плохо, прибраться надо. Хрудика! Хруди, сука! Отпусти! Отдай, молодой. Это он отца убил, ты кого защищаешь? Тебя, тебя, дурачок. Он отца убил. Тихо, тихо. Отпусти, я его убью. Никого ты не убьёшь. Они убивают, им можно. Они убивают, а мы убивать не будем, понял? И отец бы твой так же сказал. Успокойся. Как ни противно, они нам ещё пригодятся. Как ни противно, это может пригодиться не вам. Где майор? В ванной. В ванной. Где ванна? Там. Там. Где? Там. Там. Японский мамонт. Игорёк. Кто тебя так? Догадайся с трёх раз. Тима. Спокойно, Клим Михайлович. Брось пушку. Ты чё, пацан? Ты это, забери у ребёнка оружие? Да ничего, пусть поиграет. Брось пушку, я сказал. Брось. Ты чё, обалдела, что ли, в человека целиться? Пистолет. Давай его сюда. Где остальные два? В окно выбросил. Брёшь? Обижаете. Вы стрелять-то умеете? Я не собираюсь стрелять. Я вообще его выборщик, чёрт твою мать. А защищаться чем? Мозгом. Мозгом, Тимофей. Давай, говори, раз умный такой. Ну, всё похаваем. Пойдём к ментам брать за жабра этого майора Липова. Ну, а потом к ментов уже были. Вернее, они сами к нам пришли. А майор не Липовый. Настоящий. Ну, куда он тогда? Бояться и всё? Нет. Сейчас поедем к Валерии. Отвезём её на дачу. К моим друзьям. На всякий случай. Ну, а потом к ментам? Потом, утром, может быть, к ментам. Ну, а что ждать? Вот они сами к нам приехали. Стой, тихо, ничего не говори. Здравствуйте. Здрасьте. Здрасьте. Это случайно не ваша машина? Нет. Я бы от такой не отказался. Да. Ну, я бы тоже такой не отказался. Сужаки, не ваш мэр стоит? Не видели, кто на них подвезет? Как мы оба врубились-то, чё отвечать? Да я вообще не понимаю, что происходит. Да ежу, понятно, ищут нас. А мерсик жалко. Ну-ка, стой. Спокойно, Клим Михайлович. Мы их сейчас вырубим обоих. Есть один смертельный номер. Сержант Ласкин. Так, так. Сдаётся мне, ребята, что всё-таки ваш мэрин стоит. Документы, будьте добры. А я не понимаю, Игорёк. Я не понимаю. Я считал, что ты профессионал. А ты всё лажаешь, лажаешь. Выкрутимся. И не такое бывало. Я не знаю, что у тебя там в уголовке происходило. Но я не лажаю. Я не могу себе это позволить. Да это непредвиденные обстоятельства. Виктор и Григорьев. Кто мне обещал, что всё будет тихо? Что никакого насилия не будет? Никакого криминала? Так кто знал, что там мальчишка этот будет? А что он в мастерской Клима будет? Тоже не знали? Ну, там не ходит вмешался. Там одно на другое. Да пацан этот подонок конченый. У меня сын мелкий такой же. Дай сюда. Я не знаю. Ну, чтобы вот это вот, за логическими минами, чтобы он вообще со мной дел не имел, прошу тебя. У меня точно сотрясение мозга. Он мне помог. Меньше пить надо. Меньше, когда сотрясение. Был форс-мажор. Воронов позвонил Олегу, моему напарнику. Это хорошо, что он меня вытащил и всё слил. И тебя лично. И картинки твои. И диск показал с файлами. Я парня положил хорошего. Я с Олегом три года работал. Но у служака он бы тебя упаковал в два счёта. А ты меня. Так что решать надо было. Да ты пойми, Игорёк, что у меня там, у меня там очень серьёзные деловые партнёры. Если что не то, то мы с тобой до суда не доживём, Игорёк. Значит так, где Воронов? Где наш мастер света и тени? Ищут его. Куда он денется? Ну, в том-то и дело, не дай бог, найдут. Кто ему поверит? Ему нет, а файлом его и метком на картинах, вот. Это самый большой геморрой, эти метки его. Когда его найдут, я первый узнаю. Да ты пойми, Игорёк, мне в Голландию лететь надо. Навстречу с бароном. Если Воронов раньше пасть раскроет, то всё, мне триндец. Мне тоже. Так, поэтому, мужики, нам надо его найти раньше. Как вы это сделаете? Я уже сделал. Нашёл? Нет, но принял меры. Вот эти ребята... Зоологическими именами. Да, вот-вот. Они уже работают. Только не надо мне, вот знаешь же, без подробностей вот этих вот. Мне нужен результат. Пожалуйста. Вы только с результатом сразу определитесь. Вам художник живой нужен или классик? Это в каком смысле? Тот же художник, только зажмурившийся. Вот оно как значит. Неожиданный поворот в деле об убийстве художника Данила Викулова. На квартире одного из ключевых свидетелей было совершено нападение на сторонников уголовного розыска. Один оперативник был убит, второй тяжело ранен. Похищен отабельное оружие. Следствие располагает приметами подозреваемого, ну и так далее. Понимаете, что это значит? В валерии ехать нельзя. А еще? Телефон я уже отключил. А еще? Я не такой догадливый, как ты. А я такой. Что у вас? Сколько бабок с собой было? Шестьдесят тысяч. Ну, благодаря тебе пятьдесят девять. Значит, мы еще пятьдесят девять раз можем уходить из погони. И каждый раз ментам по штуке расстегнуть? Ну, мы практически неуловимы. Давай серьезно. Ну, серьезно. Ну, тут вот про меня ни слова. Значит, майор Липовый на меня не стучал, пуш заочковал. Не скажет же он своим ментам, что я заодно с вами. Я же с моим художником Викуловой, я не могу быть заодно с преступником. Я ваше альби. Оценили? А чего дальше? Дальше ищем частых ментов. Где-то они должны быть. Ну, знать бы где. Ой, да нам продажные сгодятся. У нас же бабок столько. Купим сколько надо, и все. Для начала весь компромат сольем в интернет. Идет? Нет, 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 нет. Не-не-не, не надо, Дима. Они такие люди. Очень опасные. У них бабок больше, чем у нас. Да при чем тут бабки? Я же вижу, вы что-то другого боитесь. Боюсь. Пацан, можно у тебя телефон позвонить? Боюсь проблем. Спасибо. Пожалуйста. Я позвоню, пойду. Алло. Лера. Здравствуйте, Клим Михайлович. Алло. Алло, вы что молчаете? Кто это? Ваш друг. Не узнали? А я вам звоню, но у вас аппарат отключен. Валерия с вами? И не только она. Пап, пап. Все, все хорошо. А я маме трубку передаю. Алло, Клим. Тут нас развлекает трое симпатичных галантных мужчин. Только не надо говорить, сколько она здесь. Так хочется, чтобы он подвиги совершал. Вера, не волнуйся, все будет хорошо. Все будет нормально, Клим Михайлович. Если вы подъедете к нам как можно скорее. Слушайте, зачем вы так? Они же не виноваты. Я виноват, я ей отвечу. Ничего не случится, если вы сделаете все как надо. Да, конечно, конечно. Я сделаю все, что вы хотите. Я верну деньги, отдам диск с файлами и клянусь держать все в тайне. А вы их отпустите прямо сейчас, хорошо? Не болтайте ерунды. Ваша жена и дочь мне не нужны. Нужны вы. Оружие, которое вы у меня забрали. И мальчик, Клим Михайлович. Мальчик тоже должен быть здесь. А его нет. Он сбежал от меня. Как это нет, когда я здесь? Ну, не могу же я его с собой силком тащить. Я не знаю как, но без малыша мы не договоримся. Ты нам выбора не оставил, мазил, а ты собачий. Или делай, как тебе сказали. Или своих дамочек получишь по кускам. У тебя час времени, ни минуты больше. Ну, куда надо ехать? Ну, куда надо ехать? Это я ехать. Почему? Да потому, потому что тебе там опасно, Тима. А тебе не опасно. Ты остаешься здесь для очень важного задания. Для какого задания? Вот, слушай. Вот файл на русском и английском языке. А вначале адрес. По этому адресу отправишь. Понял? Не понял. Тима, мне некого больше просить. Отправишь в том случае, если поймешь, что со мной что-нибудь случилось. Не раньше, хорошо? А деньги на твои. Ну ладно, все. Пока. Езжай домой, я позвоню. Э, куда? Я не согласен, я не продаюсь, понял? Я с тобой поеду. Тима, тебе нужно отправить файл. Ты никуда без меня не пойдешь. Тима, это моя семья, это касается только меня. У меня нет семьи, да? Мне нет, что драться. Ты это хотел сказать. А мой отец имеет к тебе отношение. Попопозься. Попопозься, Тима. Ну все, тихо, иначе я тебя ударю. Не ударишь, ты меня ничего сделать не можешь. Какой же ты гад, Клим Михайлович. Да, я очень плохой человек. Одна тень и ни капли света. А самое ужасное, что все это случилось из-за меня. Я причина. Я такой же подонок, как и они. Тебе не нужно мне помогать. Не нужно. Ну, привет. Здравствуйте, Клим Михайлович. Проходите, не стесняйтесь. Спокойно, спокойно. Чистый. Пятьдесят девять тысяч. Диск с файлами. Никакого диска не будет, пока я не увижу жену и дочь. Пожалуйста. Папа. Диск. Портфель. Диск. И я собственной персоной. Надеюсь, для обвена хватит? Не хватит. Сидеть. Игорь, ты нормально? Нормально. Где мальчишка? Я же сказал, притащить этого маленького грудка. Я не смог его привезти. Он сбежал от меня. А с тобой, художник, всё будет очень плохо. Я же сам пришёл. Чего вам ещё надо? Ну и дурак, у тебя теперь только один вариант остался. Ты исчезнешь ненадолго. Будешь сидеть в подвале и ваять. Свои шедевры. И пока ты будешь грести на этой галере, твои мамы будут дышать. Я ещё не всё сказал. По рукам и глазам не бей, а они им очень пригодятся. Куда? На место. На какое место? Я у себя дома, ты понял? Мам, не надо! Подожди. Если там всё не прекратится, я такое устрою. Весь дом сбежится. Я женщина больная. Я женщина глупая. Я за себя не ручаюсь. Я тоже за себя не ручаюсь. Вставай, Караваджо, вставай. Ехать пора. Зря вы меня не выслушали. Вставай, у нас нет времени. Надо было выслушать. Если сейчас я и самая семья не выйдем отсюда живыми и здоровыми, к вечеру по всем инстанциям уйдут письма по интернету. Там все ваши имена, всё про Каравадзе, всё про метки на картинах и про Виктора Евгеньевича. Тоже всё. Ты что, нас на понт берёшь, Мазила? Здесь лохов нету. Так я ведь тоже здесь. Вот такие, братцы, дела. А чем ты докажешь, что это не блеф? Да ничем. Да я говорю, гонит он всё. А если я сейчас возьму твою дочку? Ничего не смогу сделать. Письма уйдут. Да кто отправит? Тот, кто покруче, чем все вы. И никто ему не помешает. И никто ему не помешает. Щенок. Пацан, что ли? А как я ещё мог подстраховаться? Он отправит. Он даст показания. А где гарантия, что ты не отправишь письмо потом? После того, как мы вас отпустим. А зачем? Так я же замазан. Я же под статьёй. А деньги Мерседес я себе возьму. Я и всё-таки заработал. А ты вообще не наглей. Бабло ещё не твоё. Подожди, не спеши. Я ещё ничего не решил. Так я не вам решать. Не ты? Вряд ли. Мне бы уже сообщили. Да и не будет. Клей Михайлович своей семьёй так рисковать. Попал со спины грыз. Вот так сюрприз. Я тебе покажу, Стрелок, как в дяденьку целится. Хорош драться-то, я по делу пришёл. Да ты деловой. Лещ, проверь, нет у него молотка. Вот что у меня есть. А что это? Это письмо, которое вот этот гад просил отправить, если не вернётся. Так что теперь можешь и не возвращаться. Письмо? Если его отправить, все ваши коды крышка. Там всё про вас, про всех. Что ж ты делаешь, Дима? Что захотел, то и сделал. Это из-за него всё. Он мне сам всё рассказал. Из-за него бать погиб. И что ты за это хочешь? Бабки его. Это ж справедливо. Я сначала погорячился, отдал ему, а потом думаю, какого хрена? Какой умный мальчик. Даже слишком. А ты не подумал, малыш, а зачем я буду отдавать тебе бабки, если и ты это письмо у меня? Чего? Того. Не такой уж ты умный мальчик. И не нужно было тебе бить меня молотком. Не трогай, парень. Сидеть. А ну-ка, сидеть! Сидеть, коза! Клим! Назад! Назад пошла! Клим Михайлович, значит, из этого ствола вы пристрелили моего напарника, мальчика. А на следующий день прикончили мальчишку и исчезли со своей бывшей женой и дочерью. Черт, это не мое. Это ствол неходово. Вот этот ваш. Оружие на пол! И ты тоже! И ты брось пушку! И ты, амбал, брось нож! Брось пушку! Малыш! К стене все! Малыш! К стене сказал! Малыш, ты для кого стараешься? Он же тебе сказал, что он подставил твоего отца. А я ему не поверю. Не чокли, прорвемся. Тимофей. Назад! Отпусти его! Отпусти его! Удавлю! Отпусти его, урод! Застрелю! Отпусти, сволочь! Отпусти! Ну что, получилось же? Лера, на кухню! Лера, на кухню! Брось пушку! Отпусти парня. Отпусти парня. Сука! У тебя есть пять секунд, чтобы бросить эту железку. Отпусти парня. Брось пушку! Отпусти парня! Отпусти парня! Соседка с кораблями сейчас не прикинула. А мне терять нечего. Я тебя отгрохнула, все твое семейство с этим ублюдком. Клим, стреляй! Стреляй! Не посмеет! А пацанчик смог бы. Ну, стреляй! Ну, смелее! Ну, давай! Ну, смелее! Караваджи тоже убил человека. Ну, давай! Ну, смелее! Гнилой ты, человечешка! Клим! 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 И вот после стольких лет трудов, безнадежных поисков, разочарований, судьба вознаградила меня целой бриллиантовой россыпью потрясающих находок. Все вознаграждено. Все вознаграждено. Из пепла и стлена мы возрождаем шедевры человеческого гения. Я хочу поднять этот бокал за тех, кто ищет, борется, не сдается и находит. за вас, мой дорогой барон. Мерси. Но я хотел бы представить вам этому моих новых друг, друзей. Сонте? Сонте! А еще я хотел бы сделать еще одно маленькое открытие, связанное с моим обожаемым Караваджо. Караваджо. Нисико. Я нашел маленький закодированный сеньятюр, подпись. У моего обожаемого автора Лежер-де-Пом. Игроки в мяч. Невероятно. Алло. Жу-взам-при. Оказалось, что если снять с картины реставрационный холст и подсветить картина стиль, то появится надпис. Потрясающе. Это сделал сам Караваджо? Нет. Это не Караваджо. Как? Так. Вуаля. Так гласит надпись на чистый русский язык. Это не Караваджо. Этот феномен я думал объясняй господа из департамент полис и офис Интерпол. Игорь Негода. До всего мне сообщил ваш друг и ваш друг и ваш друг подсвет. Кодожник Климбуронов. Потронет. Он не сказал правду. А что умно придумано? Да это все фуфло, умоляю тебя. Они как сядут, так и слезут. А я вот вышел под залог. Адвокат мой роет как рот. А эти лохи пускай на следствие трындят, что хотят. Прямых доказательств нет. Все это поклеб, поклевит, а? Понял? Так что все на мази. Дела идут, которые пишут. А я тут себе новый Мерин взял. Это мечта. Старый. Эту рухляти я сдал. Плохие руки, кстати говоря, чтоб он там себе шею свернул. А этот вообще прелесть. Сделал себе подарок. В память о Караваджи. Вот сейчас как сяду, нажму на газ, как джедай полечу. Трагическая гибель известного бизнесмена и коллекционера Виктора Боярова серьезно осложнила расследование этого громкого преступления, раскрытого благодаря показаниям ныли скандально популярного российского художника Клима Воронова. В руках полиции оказались лишь рядовые члены Международной преступной организации, занимавшейся подделкой с бытом произведений искусства. Любопытно, что после раскрытия этой аферы фальшивый шедевр игроки в мяч оценивается специалистами в суммы, ненамного уступающие стоимости картины в тот период, когда она считалась подлинным творением Караваджи, великого мастера света и тени. Таковы причудливые гримасы рынка художественных ценностей. Сегодня для того, чтобы прославиться, надо быть мошенником. Ну, ты в этом преуспел. Воронов поздравляю тебя. И еще выставка в Лондоне. Я рада, что тебя не посадили. Я рада, что ты опять выкрутился, что ты опять стал успешным, богатым. Я рада твоим цветам. Я рада всем твоим словам. Но я не рада за тебя. Когда я шла к тебе, я хотела сказать совсем другое, но увидела тебя и вспомнила все три года унижения, равнодушия, страх, когда пришли эти люди. Даню Викулова, которого уже не вернуть. Я не смогу быть с тобой, Клим. Не смогу. Прости. Даню Викулова, я не смогу быть с тобой. 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 А ты сказала ей, что от выставки в Лондоне отказался? Что надо было? Конечно. Хочешь, я с ней поговорю. Что ты искаешь? Что не бывает плохих и хороших, что в каждом смешанный свет и тень. Ты же сам говорил, что тогда грязь получается. Это когда ты выбрать не можешь. А ты же выбрал. И потом, ты талант. Нет, Тим, я не талант. Я только копировал чужие игры. А ты еще найдешь свой. Ты еще не нашел. И она простит тебя. Я же простил. Простил? М-м-м. 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 М-м. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok